Приветствую вас. Принято думать, что человек, который ведёт себя так, как вы, и получает удовольствие от того, от чего получаете вы, является садистом. Да, садистом, но садизм, он редко бывает, знаете, свободным, да, то есть, ну, свободный в плане года. Дело в том, что садизм берёт своё начало от неумения выращать чувства. То есть, вы, вот вы сами, не знаете, видимо, свои чувства, подавляете их, запрещаете себе их ощущать. Ну, понятно дело, что не все, понятно дело, что какие-то чувства вы испытываете всё же. Вот, но когда, когда вы, вот, может, получаете удовольствие от того, как мучаются другие люди, да, то вы чувствуете себя более живой, вы чувствуете себя более значимой, вы так компенсируете то, чего вас не хватает. И хватает у вас именно этого чувства. То есть, садист не знает, что он чувствует. Садист не понимает, что он чувствует, и пытается, пытаясь причинить боль другим, он, несмотря на других людей, пытается сам пережить вот эти вот чувства, которые у него, ну, либо есть, либо слишком зажатым. Вот. Ага, значит, что нужно? Нужно работать со своими чувствами, вот, с эмоциональным интеллектом. С одной стороны, нужно, вот, выявить весь спектр ваших чувств, именно спектр, вообще весь спектр чувств выразить нужно. То есть, какие чувства вы испытываете вообще, какие чувства являются, ага, для вас наиболее счастыми, например, да? То есть, ну, какие чувства вы испытываете чаще всего, любимые чувства, так сказать, любимые чувства, это первое. Второе. Какие чувства вызывает у вас сопротивление? То есть, какие чувства вы себе не позволяете реализовать? Ага, значит наоборот. Вот, ага, значит, это, эм. Первый момент. Или это второй момент.尖.. И, э, этот момент третий, это скорее, эм. Это скорее то, что касается способа выражения чувств, т.е. вот вы какие-то чувства себе запрещаете выражать, что в целом является запрет на чувства, но в итоге выражаете их через применение причинить другим людям боль. Вот эти чувства, которые вызывают в вас сопротивление, нужно выявить и смотреть, как можно их выразить менее разрушительным способом. Ну, не исключено, что вы специально причиняете людям боль, чтобы потом чувствовать вину, не исключено, что именно в чувстве вины вы находите какое-то удовлетворение, не исключено, что именно к чувству вины вы стремитесь, не исключено, что именно в нем вы чувствуете себя живой. Вот. Ну и, соответственно, практику по гестарт-терапии Федерико первое, вам нужно будет почитать, это полезная книга, если вы хотите поработать со своим эмоциональным интеллектом, там даны упражнения практически, вот. Соответственно, после прочтения этой книги вы уже можете лучше иметь представление о том, что вообще с вами происходит, что с этим делать, вот, и как жить дальше. После прочтения книги вы сможете обратиться уже к психологу для более конкретного запроса, вот. Интересно, что вы сказали, что у вас проблема. Но проблема на самом деле не в этом, да? Проблема не в том, что вы стремитесь причинить боль другим. Это не проблема сама по себе, сама по себе. Я бы назвал проблемой немножко другое. Я бы назвал проблемой то, что вы, то, что вам не нравится, вот, и то, что вы хотите. Вот это, на мой взгляд, является действительно проблемой. Поэтому подумайте, что вы можете сказать на этот счет, да, конкретно. То есть, вот, что вы хотите. Что вам не нравится, не нравится. В чем противоречие. Вот уже исходя из этого можно будет вам давать рекомендации. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Значит, если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.